Продолжение следует... Сегодня с нами играет команда знатоков, сборная команды из Беларуси, Литвы и России, команда Галины Пактовской. В составе Вадим Кузьмич, инженер из города Ладуйск, Алексей Дудрев, программист из Москвы, Олег Овчинников, журналист из Москвы, Олег Волков, системный администратор из Вильнюса, Александр Лавринов, предприниматель из Москвы и Галина Пактовская, капитан команды, банковский работник из Самары. Пока нам вначале не понадобятся какие-то дополнительные раздаточные материалы, мы сделаем нас покрупнее, всех видно и слышно. Ну и, наверное, мы можем начать. Первый вопрос нам прислал телезритель Алексей Лусинков из Москвы. И, внимание, черный ящик или в нашем случае красная кастрюля. Госпожа Бактовская, как вы думаете, кто в вашей команде больше всего любит спорт? Знаете, господин ведущий, я думаю, что все, кроме меня. Это прекрасно, потому что первый вопрос будет на спортивную тематику. И, собственно, Алексей Лусинков из Москвы нам рассказывает про то, что комментатор бейсбольного матча отмечает увеличение количества попаданий мячей в зрителей за последние 10-15 лет. В качестве причины упоминает, что у нас в черном ящике. Время. Что значит попадание в зрителя? Это хоумран? Хоумран. Убивается мяч, он вылетает. Что-то должно отвлекать. Смотрите, может быть, в телефон залипает за игрой, а что-то там, например, в телефон залипает или снимает. Поэтому они не следят, что в них летит мяч. И они, ну, типа, отключены и в них попадает мяч. Ким из фотоаппарата, то есть на пушке отвлекаются и следят. Они именно попадают или они летят в сторону зрителей? Увеличение ничего. Ну, то есть, раньше они их ловили, а сейчас руки заняты смартфоном, поэтому они попадают. Я так понял версию. Но это если мы правильно поняли. А если вопрос в том, почему мячи больше летят? Почему хоумрана стало больше, если 3, в принципе? 50. Допинг какой-нибудь сильнее стали безболисты. Таблетки? Мельдониум, да. Друзья, ваша минута вышла. Госпожа Пактовская, кто будет отвечать? Ну, попробую ответить я, так как версия общая, командная. Мы склоняемся к тому, что в вашем круглом красном-черном ящике лежит что-то с фотокамерой. Либо просто фотокамера, либо смартфон с фотокамерой. Ваша версия понятна. На самом деле история заключается в том, что за последние 10-15 лет мячи не стали чаще лететь в сторону зрителей, не увеличилась дальность полета мячей. Но раньше зрители чаще от мячей уворачивались или просто их ловили. А теперь они, соответственно, отвлекаются на свои гаджеты. Смартфон или мобильный телефон лежит у нас в нашем черном ящике. И мячи стали чаще попадать в людей 1-0 в пользу знатоков. Конечно. А мы так можем. Ура, ура. Второй вопрос нам прислал Арсений Голубь из Москвы, наш телезритель. Но Арсений прислал нам несколько вопросов. Господин Дударев, как вы считаете, обладаете ли вы таким качеством, как удача? В некотором смысле, да. И отлично. Потому что Арсений прислал нам 4 разных вопроса. Они все в чем-то интересные, но по сложности, пожалуй, разные. Назовите, пожалуйста, цифру от 1 до 4 и посмотрим, что вы сами себе выберете. Я думаю, 3. Номер 3. Хорошо. Этот вопрос Арсений написал вместе с другим телезрителем, Кириллом Волковым из города Голицын. Вот, соответственно, они рассказывают нам историю про то, что во времена Российской империи был дворянский род Икскульфон Гиндельбандов, которых иногда называли без приставки фон, но это не столь важно. Например, Карл Петрович Икскульфон Гиндельбанд был послом в Италии. Один гид, ведя экскурсию для юного в ту пору Кирилла Волкова, который является автором этого вопроса, назвал эту фамилию хорошим им. Вот чем же им? Назовите его время. А у КТС как? При нас было, типа, с карагового? С карагового, для мужского? Для юного. Да, неужели что подсказать, но явно надо это как-то выговорить. Мужской рода. Может, это было, наверное, лет 10-20 назад. Не, ну для юного, значит, ну, может, он что-то не выговаривал, и там надо было... Ну, да, по-другому подходит. Еще что-то? Ну, только мужского рода. Да, так надо мужского рода, им. Им. Что еще мужского может быть? Заклинание. Он или оно. А алкотестер вам не нравится? Ну, для детей... Не, алкотестер... Юный, да? Окей. Да. Родовое слово, как бы... Что-нибудь логопедическое. Пароль? Блин. 50. Именно выговаривали. Ну, вот как это называется? Вот. Тренажер. Тренажер. Ну, я буквально... Минута вышла. Госпожа Пактовская, кто из вашей команды будет ответить? Я думаю, что ответит Александр. Так, Александр. Ну, что ты спрашиваешь? Ну, я тогда отвечу, что он ему посоветовал выбрать это в качестве пароля. Ну, такое сложное слово. Ответ – ваш пароль. И он понятен. Экскурсия происходила в Киеве на Шелковичной улице, где как раз был дом баронов-домовладельцев, Икскульфон Гиндельба Брантов. И 15-летний на тот момент автор вопроса смог успешно пройти, несмотря на свой возраст, тест на трезвость или алкотест. Та версия, которая у вас была, но вы в нее не поверили. Здесь намек про возраст был как раз в обратную сторону. Один-один. Зрители могут поставить действительно свои какие-то вопросы, предложения в чате. Василий спрашивает, не начали ли мы еще. Мы уже начали. На данный момент счет один-один в этой схватке между командой телезрителей и командой знатоков. Сейчас будет небольшой блок вопросов с раздаточным материалом, поэтому мы вернемся обратно к презентации. Следующий вопрос задает знакомая многим в этой игре Жозефина Зябликова из Москвы. Госпожа Пактовская, скажите, как вы вообще относитесь к тому, чтобы давать фамилии своим домашним питомцам? Знаете, я считаю, что каждый волен развлекаться так, как он хочет, и я попросила бы в данном случае больше уважения Жозефина Павловна Зябликова. Я попросила бы... Госпожа Зябликова. Но это все на самом деле не имеет большого отношения к самому вопросу, потому что Жозефина Павловна Зябликова из Москвы показывает вам следующую картину. Перед вами картина «Портрет мадам Рекамье» Жака-Луи Давида. Уже в 20 веке Рене Магрид написал свою версию этой картины «Перспектива мадам Рекамье», которой центральное место занимает кое-что г-образной формы. Что именно, уважаемые знатоки? Ответьте через минуту. Я картину не вижу, но перспектива — это груз. Там груз, она уже умерла, и вы положили ее вновь сюда. Нет, это вообще, может быть, по-моему. Он г-образный. Она в такой форме, у нее будет такой позвоночник потом, если она будет так сидеть, нет? Как бы сидит здесь г-образный фольк, потом как бы... Ну, я картину не вижу эту. Мы видели ответ, да. Господин ведущий, вы показали нам ответ. Это кто-то из вас его переключил? Это, видимо, я. Я картину не видел, извините. Поэтому никто не хотел давать вам права организаторов. Но картину мне не показывает система. Спасибо, зато мы увидели ответ. Но гроб? Давайте, раз уж так, пускай вот без лишних подсказок сейчас отвечает Олег Волков, я уж позволю себе небольшое самоуправство, который не видел картину в вопросе и не видел ответ. Но я не видя, я знаю, что есть в картина Магрита перспектива кого-то там, какой-то женщины, и там на ней изображен гроб. Ну и, собственно, внимание, правильный ответ. Мы сейчас как раз перелеснем. А вы мне расскажите, да, я не вижу. Да, это она. Агрит напоминает всем нам, что человек смертен. Ну, я думаю, здесь у меня нет прав не сомневаться в том, что вы и так это знали и ответили бы. Два, один в пользу знатоков. Мы сегодня не злые. Вот он, вопрос номер четыре. Вопрос задает Александра Калинина, студентка Московского городского педагогического университета, Москва-Лондон, и прислала она нам его тоже с помощью современных технологий, а именно Инстаграма в виде сторис. И можете заметить, что тому, кто правильно ответит на этот вопрос, Александра обещает невероятно красивую открытию. Надеемся, ее обещание будет исполнено. Но, в любом случае, перед вами есть картинка и, соответственно, вопрос. Попробуйте, уважаемые знатоки, догадаться, зачем некоторые мостовые Лондона выкладывали вот такой плиткой. Минута пошла. Чтобы вода из водостоков уникала? Да, вода, да, чтобы там не искал. А я не понимаю, что там между плитками? Это трава. Трава? Вода уходила туда, как вот в центре, в Москве. Вода разольется, чтобы можно было спокойно ходить, не наступая в эту воду. Ну, в промежутке между плитками и так должна уходить она. А почему не чисто трава? Вижу я. Ну, неважно. Да, для ножа какого-нибудь. Почему не просто какой-то башнивый стол? Не, но если именно мостовые, то кажется, чтобы вода уходила, но при этом можно было уходить. Но при этом... Насколько уходили, настолько близко в здании. Но они немножко такого разного уровня, скажем, на каблуках по ним, по-моему, не особо пройдешь, скажем, если женщине. Она у самой стены... Не ходили спокойно. Еще кто-то по этим штукам там. Коты и кошки типа его знают. Просто чтобы не ходили, не подходили. Чтобы бомжи не спали около дома. Неудобно будет спать. Ага. Бомжи не спали. Время вышло. Госпожа Пактовская, выберите, пожалуйста, кто будет отвечать. Давайте попробуем... Давайте попробуем дать право ответа. Так. Ох, я прям очень сомневаюсь сейчас. Нет, давайте все-таки попробуем дать реабилитироваться, Александр. Хорошо. Александр, мы... Ну вот, я предполагаю, что бывают такие проблемы, когда вода там с крыши стекает и размывает мостовую. Часто делают такие решеточки, куда она уходит. А вот здесь, возможно, сделали такую плитку с промежутками с землей, с травой, чтобы вода туда уходила, не текла дальше на мостовую. И в то же время она поливает там вот травку и уходит в землю. Никому не мешает. Хорошо. Ваш ответ понятен. Господин Кузьмич, скажите, вы согласны с этой версией? Полностью. Не знаю. Она, мне кажется, довольно такая простая. А вот с бомжами, чтобы они там не сидели, не валялись, это, кажется, более прикольные. Я бы ее ответил. Ну... На самом деле, конкретно вот это место, это здание, это одна из ночлежек Лондона, который в том числе в своих произведениях и Джордж Орелл, например, в разных описывал. Но тем бездомным, кому не хватает места в ночлежках, для них делают вот такую мостовую, чтобы они просто не спали около нее прямо на улице, а куда-то уходили. То есть версия господина Кузьмича на самом деле была правильная. Счет 2-2. Сейчас я хотел объявить 30-секундную, может быть, минутную чайную паузу, чтобы все могли перевести дух. Но хочу заметить, что на самом деле круто, что на все четыре вопроса у вас были правильные версии. Просто не везде удалось выбрать именно ту самую правильную. Так что, надеюсь, команда должна быть собой довольна. Готова ли команда вернуться в игру? Да. Да. Мы готовы, господин ведущий. Вопрос номер 5. В 60-е годы в одной европейской стране сделали огромную надпись на горе, прославлявшую руководителя. В 90-е годы эту надпись слегка изменили. С тех пор эта надпись выражает намерение местных жителей никогда более не жить под гнетом тоталитаризма. Внимание, вопрос. Как выглядела эта надпись в 60-е годы и как она выглядит сейчас? Время. Что с «шеломани» на этой стране? Вумыния, может, «шеломани»? В Албании, может быть. В Албании бы он верху. А какая-то фамилия есть, которая заканчивается на «да», чтобы сейчас можно было на ней заменить? А, может, никогда, неewормо там, типа, что-нибудь? Нет, она не английская. Она сначала была была политическая. «Но», стала «но». Нет, не слышу. Не Европа немножко. Прославляешь? А, ребята, он не хочет, он не хочет. Ага, хорошо. Это нормально. Еще давайте подумаем. Кто у нас еще был в 60-е годы тоталитарный? Броститто. Броститто, но он не особо тоталитарный. Кажется, что все хорошо. И ваше время вышло. Госпожа Пактовская, выбирайте, кто будет отвечать. Господин ведущий ответит Олег Овчинников. Ну, мы подумали, что нам нужна коммунистическая страна в 60-е годы, еще та, в которой есть горы. Албания подходит под оба эти условия. Лидером Албании очень долгое время был Инвер Ходжа. И мы подумали, что его имя и фамилия, как Инвер Ходжа, написанное в 60-е годы. Первые две буквы были переставлены, и надпись выглядит теперь как Невер Ходжа. Ваш ответ понятен. А почему вы решили, что все-таки нужно как-то в латинском алфавите, в английских словах искать ответ, а не, например, в кириллице? Может быть, из Броститто попробовать что-то собрать, в том числе по-русски или по-сербски? Ну, не собрали, может быть, с сербским языком проблемы у нас, с знанием его. В любом случае, счет стал 3-2 в пользу знатоков, потому что действительно из имени НВР, поменяв две первые буквы, сделали слово Невер. Невер. Вопрос будет про метро, все-таки у вас в Минске, недалеко от Логойска, тоже есть метро, так что надеюсь, что ситуация в целом будет для вас знакомой. Итак, в 1935 году Марина Цветаева посетила Париж. После возвращения она написала стихотворение о поездке в парижском метро. Внимание, черный ящик, а конкретно опять наша красная кастрюля. В черном ящике находится то, что, по словам Цветаевой, простите, то, во что, по словам Цветаевой, был одет весь город с лба до пупа. Внимание, вопрос, что в черном ящике? Время. Там рифма какая-нибудь должна быть, на УПА. До пупа, наверное. Какой-нибудь типа УПА или что-то такое, ну вот типа, что загрязнение большое, не знаю. Ну, в метро. Ну, в 1935 году. Смог, ну, блин, это не Париж. Даже две кито маски. Почему, ну, до пупа, это до пояса. Почему именно салба, почему именно салба? Это хиджаб, простите. В 1935 году. Да, да. Ну, на волосах не видно. В 1935 году. В 1935 году. Увидела или услышала. И весь Париж был одет в это. Плащ. На эскалаторе видно человека по поясу или где-то еще там, не знаю. Когда сидишь в метро, по пояс тебя видят. Салба, да. 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 Да. Это прикольно. Ну, просто, чтобы по смыслу понять, что отсюда досюда. Ну, да. Хорошо. И время вышло. Госпожа Пактовская, вам нужно решить, кто будет отвечать. Отвечать, пожалуйста, Алексей. Господин Дударев, ваш ответ. Нам кажется, что в 30-е годы, да и вообще довольно большой промежуток времени с тех пор, в метро люди читали газеты. И кажется, что правильный ответ газеты. То есть вы думаете, что здесь лежит газета? Ну, да. Ее можно свернуть и положить в кастрюльку. Действительно, все тогда читали газеты. Закрывали они людей примерно от лба и до пупа или до пупа. Счет 4-2 в пользу знатоков. Я думаю, что пока вы успешно лидируете и справляетесь с вопросами, даже не приходится прибегать к помощи чатика и зрителей прямой трансляции, которые в теории могли бы вам подсказать. Мне кажется, что вам это и не нужно будет. Вы и так успешно сможете закончить игру. А вы как думаете? Мы думаем, что рано о чем-то говорить, господин ведущий. Хорошо. Ну, если что, помните о такой возможности, что мы можем спросить у зрителей в прямом эфире. Их версии, они их напишут в чате. Господин ведущий, а какие были предыдущие два вопроса, вы нам не сказали? А это будет следующий вопрос? Это вопросы от ведущего. Соответственно, в конце игры, когда будем выбирать лучший вопрос, за все текущие вопросы мы голосовать не будем, на голосование будут выставлены только первые четыре вопроса. Господин ведущий, вот раз уж мы заговорили про подсказку телезрителей, подскажите, пожалуйста, мы сможем пользоваться только в случае, если счет будет в пользу телезрителей или в любой момент, когда нам захочется это сделать? Конечно, в любой момент, просто это лично мое мнение, что я считаю, что вы и так хорошо справляетесь, и она вам не нужна. Но вы вольны делать, конечно, так, как считаете нужно. Я вам расскажу, что следующий вопрос, это будет блиц. Вам нужно будет в течение минуты ответить на три вопроса. Сейчас такой период, когда все сидят дома, в Москве в очередной раз выпал снег, у всех много еды, у многих много алкоголя, и все как-то проводят время друг с другом, как будто бы возвращается Новый год. Поэтому у нас будет блиц, посвященный новогодним традициям. Понимание, первый вопрос блица. По образам Санта-Клауса считается архиепископ Николай, который тайно помогал беднякам. Однажды он бросил золотую монету в дымоход одной бедной семьи. Во что, согласно этой легенде, попала эта монета? 20 секунд. Куда запекают монеты, там, в какой-то, то ли кекс, то ли кулич, английская традиция, да? Пирог запекают. Пудинг. Пудинг. Важно, чтобы... Нам нужны традиции, которые после этого появились. Вешать носок. Ну, носок странный. 20 секунд прошло, госпожа Поктовская, ну, выбирайте. Попробует ответить, если ты. Нам кажется. То есть, монетка упала в носок, и с тех пор вешают носок, чтобы получить подарки. Ну, мне тут даже добавить нечего, это просто правильный ответ. И мы переходим ко второму вопросу Блица. И мы продолжаем про новогодние традиции. Раз уж заговорили про очаг, про камин, то этот вопрос тоже будет с ним связан. Представьте себе новогодний рулет. Такой новогодний рулет традиционно подается к новогоднему столу в Англии и Франции. Как память о традиции проводить праздничную ночь у семейного очага. Как называют этот рулет англичане и французы? Ну, ответить вам, конечно, можно по-русски. Семейный. Домашний, семейный. А почему очага сырой может? Там, чтобы поджаривать самому. Я так и не поняла, какой именно рулет. Он из мяса, сладкий или сливой. Ну, я думаю, скорее мясной должен быть. 20 секунд прошло. Алексей, может быть, вы расскажите, как, в принципе, вы представляете себе рулет? Как он выглядит? Какие условия? Наверное, он круглый. Круглое сечение и какой-то продолговатый. Правильно я понимаю? Ну, вероятно, рулет. Его скрутили. Я рад, что вы знаете, что такое рулет. И давайте теперь ответим на вопрос. Можно перед тем, как я выберу, кто будет отвечать, вы нам повторите вопрос? Традиционно новогодний рулет подается к новогоднему столу в Англии и Франции. Как память о традиции проводить праздничную ночь у семейного очага. А как называют этот рулет англичане или французы? Конечно, можно по-русски. Неожиданно идея у меня появилась. Возможно, они называют его полено или бревно. Добавить здесь мне тоже нечего. Второй вопрос блица вы успешно взяли. И третий вопрос блица. Продолжим тему английских традиций. Английская традиция требует, чтобы в новогоднюю ночь кто-нибудь пришел и внес через парадную дверь в дом хлеб, соль и уголь. Уголь. Тогда в доме, соответственно, весь будущий год будет еда, деньги и тепло. А для чего англичане в то же время открывают заднюю дверь дома? Время? Ну, чтобы шоу. Время, голод, бедность и холод? Ну да, с того. Если холод выйдет на улицу в холодную дверь, может, просто что-то все плохое, какие-то все беды? Ну, это традиции, они, честно, необъяснимы. Если там три реалии перечислили, то кажется, что надо найти им противоположность. Это было все старое. Друзья, ваше время вышло. Мне кажется, самое время подумать над ответом. Пожа Пактовская, кто будет отвечать? Давайте еще раз попробую я. Раз в Новый год к нам, к англичанам, к нам тоже неплохо бы, приходят сытость, деньги и тепло, то, наверное, одновременно с этим должно уйти все плохое, что было в предыдущем году. И, в частности, может быть, голод, бедность и холод. Ну, не буду лишнее время тянуть интригу. Конечно, вы недобуквенно точно ответили, но у меня рука не поднимется, не за честь вам этот ответ. Действительно, англичане открывают заднюю дверь дома, чтобы из нее ушел старый год, и вместе с ним все плохое, что было в старом году. 5-2 в пользу знатоков. Андрей Ильина, в чате есть версия про старый год, и действительно, Андрей оказался прав. Вопрос, который может стать решающим. Я знаю, что Вадим Кузьмич у себя в Логойске живет один, но вот сегодня, как раз, конкретно сейчас, будет вопрос, который может стать решающим про уборку в доме и вообще про домашние дела. А можно проверить, мы вообще слышим, Вадим? Я здесь, меня слышно. Вадим, вы часто дома убираете? Я редко убираюсь дома. Во время карантина многие из нас действительно сидят дома и начинают заниматься домашними делами, ну, например, убираться просто в свои квартиры. Итак, внимание, вопрос. Что опытные домохозяйки рекомендуют делать сначала горизонтально, а потом вертикально? Или наоборот? И почему? Минута пошла. Мыть окна или мыть зеркала, что-нибудь такое. Ну, конечно, вертикально. Нет, 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 там, типа, чтобы разводов не оставалось сначала. Да, то есть сначала вертикально, потом горизонтально. Ну, да, что ж... Ну, я думаю, что это будет с какой-то плоской херней, то есть явно дома либо пылесосить, мыть пылесосить. Да, и вертикальная поверхность, да. Может быть, все-таки пыль сначала на вертикальной... Горизонтально... Нет, вертикальная поверхность. Я думаю, что пыль ты можешь вытереть как угодно. А вот чтобы разводов не было, да, может быть, в развод. Я знаю, что не рекомендуют менять направление, и вот это вот похоже на то, что нам описали. Это не очень интересно. Вот так, да? Что не очень может быть. Интересно. Что еще дома есть вертикальное, либо, ну, горизонтальное, какую-то плоскость, где можно что-то как бы убрать, навести порядок, типа там пыль вытереть или еще что-то? Ну, вряд ли это будет что-то связанное с подметанием пола, либо мытьем пола. Да, нет, вертикально, вот, вертикально. Ваше время вышло. Что застанет? Госпожа Пактовская, кто будет отвечать? Господин ведущий ответит в один ситуацию, но нам всем докажет, что нормально. Нормально убирает туда. Вадим Кузьмич, рассказывай. Мы тут подумали и решили, что сначала горизонтально, а потом вертикально очень хорошо мыть окна или зеркала. В этом случае не будет оставаться разводов. В этом случае не будет оставаться разводов. Например, так. Скажите, господин Кузьмич, вам что-нибудь есть добавить? Не будет, очень хорошо. Следов не будет оставаться от тряпок, либо какой-то другой. Но окна будут чистые, без каких-то следов, пятен, разводов. Вот господин Ильин, зритель, в чатике выдвигает версию пылесосить. Сразу скажу, что версия пылесосить здесь ни при чем. Вы правы, что это связано с мытьем окон. Но, как в этой истории советуют опытные хозяйки, нужно изнутри, например, окна мыть горизонтально, а снаружи, например, вертикально. Чтобы как раз, если разводы остались, можно было без труда понять, с какой они стороны. И не нужно было ни раз проверять и беспокоиться. Вы, господин Кузьмич, меня извините, я вам не зачту ваш ответ. 5-3 в пользу знаток. Ну, господин Ильин, я бы хотела возразить. Вопрос был о том, что рекомендует делать нам у хозяйки, а не о том, с какой целью. Почему? Я заострил внимание на слове «почему». Все-таки хотелось здесь более интересную раскрутку. Ну, счет 5-3 в вашу пользу. Вы все равно в любой момент можете выиграть. Я надеюсь, что принципиально вам это все жизнь не испортит. И мы просто лишние несколько минут проведем в нашей теплой компании. Внимание, девятый вопрос. В одной из... Он хочет нас больше помучить. Давайте я прервусь, госпожа Пактовская. Наоборот, сейчас, чтобы немножко вам вернуть, мы не будем вот в этом вопросе спрашивать «почему», а просто попросим вас дать конкретный ответ. Что бы вы хотели бы еще попросить? Внимание, вопрос. В одной из индийских легенд говорится о чудесной птице по имени Маусикар. Вопрос. Сколько дырочек, согласно этой легенде, было в клюве птицы Маусикар? Время. Это радуга, например. Или какая-то, что-то в радуге, или как-то в радуге. В семье так и так, да. Какие у нас есть еще волшебные числа? Три, семь, двенадцать. Через это мы увидим... Радугу. Она летит, и у нее из клюва выливается то, что она несет, например. У нее клюв дырявый, скажали же, из него будет что-то протекать. Если что-то в космосе, например, в небе, в Млечный Путь... Понятно, какое-то природное явление объясняет, а корректирует это природное явление с числами. Давайте еще подумаем. Связанное. Конкретное? Какое-нибудь развеяние. А может, она все-таки поет этими по-разному как-то? Проплеете, все равно. Ответ точный, да? От двенадцать. Нот-двенадцать. Почему? Нот-семь. Вактайв. Вактайв. Ну, звук... Это звук, а не нот. Ну, хорошо, либо семь или двенадцать. Друзья, время вышло. Я предлагаю вам решить, кто будет отвечать, и все-таки рассказать историю, почему вам так кажется. Но, конечно, я не буду к этому придираться. То есть, правильный или неправильный ответ будет просто по количеству. Давайте ответит Александр. Александр. Пока моя статистика ответов, конечно, неутешительна, но я снова попробую ответить, что дырочек этих семь отверстий в клюве, ну и мое предположение, что это связано с количеством цветов в радуге. И вот эта волшебная птица, возможно, летела, и из-за ее клюва что-то проливалось на небо и выглядело как радуно. Ваш ответ понятен. Птица называется маусикар. Согласно той же легенде, от слова маусикар произошло слово музыка. У этой птицы семь дырочек по числу основных нот. Ответ ваш, конечно, правильный. Согласно той же легенде, отчет 6-3. Мой раз мотоков, чем вы вас часто представляете. Я как мог старались. Не отобрали. Здесь, естественно, я обещал не придираться и заниматься этим не буду. Поздравляю вас с победой. Сейчас давайте вместе со зрителями, которые есть в прямой трансляции, попробуем выбрать сегодня лучшего игрока и, соответственно, лучший вопрос от телезрителя. У вас на экранах должен появиться опрос. Замени второго игрока. Да, не тот Александр. Да, действительно, это было до замены в команде Галины Поктовской. У нас сегодня, конечно, играет Александр Лавринов из Москвы, а не Александр Петровский из Даугов. Прошу прощения за то, что не успели здесь поправить. Мы тоже вопросы? Или только зрители? А вот про видео вопросы можно? Я не очень помню, где чей дальше. Ну, сейчас давай. Сейчас мы. Первый вопрос. Алексей Лосенкова был про бейсбол. Вопрос Арсения Голубя и Кирилла Волкова был про... Алкотестер. Про алкотестер и сложную немецкую фамилию. Вопрос Жозефины Павловны Зябликовой из Москвы был про портрет мадам Рекамье. И вопрос Александра Калинина из Лондона был про ночлежки. За явным преимуществом, как в какую сторону, не считай, на самом деле, в голосовании за лучшего игрока сегодня побеждает капитан команды Галина Павловна. Лучший приз за лучший вопрос достается Александре Калининой из московского района Отрадная или из лондонского какого-то другого района. Действительно, было очень интересно. Ну и плюс также, что с этим вопросом знатоки не справились. Спасибо вам за участие в вопросе. Оставляйте комментарии, если смотрите нас на YouTube. Может быть, еще что-нибудь интересное придумаем. На сегодня, пожалуй, все. Спасибо, господин ведущий. Спасибо за игру. Спасибо всем зрителям. Спасибо. И всем игрокам. Пока. Спасибо. 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 Продолжение следует...